Галина Вознесенская Сына зовут Никита Андреевич Вознесенский В Милане социальные службы предоставили нам место в общежитии для беженцев недалеко от центрального вокзала Но если бы я знала, что социальные работники предоставляют место белым и следят за поведением, за взаимоотношениями между детьми и родителями, естественно, я бы туда никогда не пошла Дело в том, что в этом общежитии царит атмосфера хаоса, грязь, антисанитария в общественных местах И когда один человек белый живет среди 60-70 африканцев, то, естественно, возникают трудности в общении именно в местах общего пользования Я старалась не провоцировать никаких скандалов, уходить от выяснений взаимоотношений Но было очень тяжело И социальные работники фиксировали практически ежедневно записывали в досье, которое заводится на каждого проживающего Какие-то жалобы на меня со стороны негритянок Я всего лишь просто просила убрать за собой в туалете, убрать за собой в ванной не мусорить в столовой и не трогать моего ребенка Когда произошла драка между сомалийцами и египтянками из-за секонд-хенда Приезжала полиция, был пост полиции выставлен Приезжала скорая, пострадавших увозили на машинах Я не принимала участия в этих драках Но потом почему-то было написано, что я стукнула палкой какую-то египтянку Но у меня на руке синяк после этого инцидента И дело в том, что, так как я говорила правду социальным службам Когда начались выяснения по поводу происшедшей драки То владелец кооператива, который занимается обслуживанием проживающих в этом общежитии Весьма вероятно отдал распоряжение, чтобы со мной расправились, как со многими беженцами Просто отнять ребенка было приказано Социальные работники написали на меня заявление И социальная работница Глория Орио, которая занимается в мэрии Милана беженцами Отнесла заявление в прокуратуру Было указано, что у меня с ребенком очень плохие взаимоотношения У меня непорядок с психикой И поэтому ребенка нужно от меня срочно изолировать Никиту Вознесенского, моего сына, забрали 5 декабря 2014 года из детского сада Ко мне приехали представители суда, наверное, и привезли мне постановление Они приехали без переводчика Протянули мне несколько листов бумаги и сказали, чтобы я подписала Я привела свою знакомую женщину, которая помогла с переводом, потому что я практически не владела итальянским языком И человек, которому начали рассказывать о том, какая я безобразная мать Как я себя плохо вела по отношению к своему сыну Она просто смеялась, потому что она сказала, что я очень долго знаю вот этого человека В течение полугода И написана откровенная ерунда и пакости Социальные службы заставили меня подписать бумагу о том, что у меня изъяли ребенка Я отказывалась это делать Но когда я пришла в детский сад за своим сыном, его, естественно, не было Его забрали вместе с вещами Через два дня состоялось заседание в мэрии Милана В комиссии по делам несовершеннолетних, куда я была приглашена вместе с моим адвокатом Мне задавали вопросы, даже интимные Мне интересовались, ну, всей моей жизнью Почему я развелась с мужем когда-то, 20 лет тому назад И тем, чем я занималась в России В общем, задавались вопросы, которые не имеют никакого отношения к исчезновению моего ребенка здесь, в Италии Был назначен график встреч Мне разъяснили, куда я могу приехать, чтобы посмотреть на своего сына Встречи проходили в городе Комо График встреч не соблюдался Потому что приходилось уговаривать выделенного переводчика, чтобы она поехала Приходилось ей кланяться Она не хотела ездить каждый раз Это я и плачивалась, но тем не менее И дело в том, что на русском языке разговаривать было запрещено Я не могла сказать ни одного слова мальчику А он понимал только чаву Он не выучил больше до этого ни одного слова Потому что мы с ним разговаривали всегда на русском языке Так как мы жили до этого в общежитии Дети, африканцы, египтяне, естественно, они тоже разговаривали на своем языке И язык общения итальянский сводился только к употреблению одного слова чаву Встречи проходили в специально устроенном месте Это город Комо, улица Рубиния, дом номер 10 Там находятся несколько совмещенных квартир В которых устроено так называемое спационное утро Есть большой штат сотрудников, которые там работают Записывается каждое слово, сказанное вами С помощью переводчика переведенное Дело в том, что у социальных служб есть, мне кажется Давным-давно накатанная дорога, по которой они идут смело И то, что вы делаете или скажете любое ваше слово Оно обернется потом позже у вас Что бы вы ни говорили, человек истолкует вот это по-своему И обернет против вас Если вы будете возмущаться неухоженным видом вашего ребенка Вас сочтут агрессивной Если вы будете говорить не то, что на повышенных тонах А просто будете пытаться сдерживать свое возмущение Вас тоже сочтут агрессивной, психически неуравновешенной И запретят вам встречу Ребенка могут вывезти в любой момент из комнаты В любой момент Вы должны или выпить ведро валерьянки Или находить в себе какие-то силы И призывать, наверное, к Богу, чтобы пытаться сдерживаться во время этих визитов Когда мне привели первый раз Никиту У ребенка было фиолетовое лицо Потому что были фиолетовые выплаканные глаза Он был одет в ношенную одежду Короткие рукава, короткие брюки И за все время, которое я могла с ним встречаться Я видела его пару раз в каких-то новых вещах Я предлагала сама привозить вещи И сама привозила носочки и ботинки переобувала Потому что зимой Никита ездил в кроссовках В тапочках резиновых Он был без шапки Ногти были длинные Я привозила ножницы, обстригала Ушки были грязные Он был зарос Заросшие волосы были безобразно длинные Я привозила на протяжении вот этих встреч Два раза весы И пыталась доказать Поставив ребенка И пыталась доказать, что ребенок весит меньше нормы Привозила доводы о том, что Ребенок был прежде пухленький и упитанный И сейчас он не то, что не поправился Он стал намного худее, чем был и должен быть Итальянские социальные работники говорили мне о том Что есть не то, что какие-то показатели веса детей в России А есть показатели, согласно Всемирной организации здравоохранения Там берутся рахитики и дистрофики из стран Африки Мой ребенок не был таким То есть мои какие-то разумные доводы Они не доходили Абсолютно ни до кого Адвокат, не назначенный государством А мой адвокат частный Она работала на социальные службы Италии Она скрывала от меня документы Которые были выдвинуты против меня социальными службами То, что написала прокуратура И то, что пишут социальные работники Отчеты о каждой нашей встрече Я терпела с 5 декабря Когда забрали ребенка И выдали мне постановление суда Милана О том, что мне изъяли моего сына Никиту До конца апреля 2015 года Я рассталась со своим известным адвокатом И организация «Женщина Италия» подыскала мне другого адвоката Также неработающего якобы на страну И мне самой пришлось идти в суд Милана И запрашивать документы В период, когда я была без адвокатов Я в конце концов Спустя 4-5 месяцев после начала этого процесса Я прочла, что было против меня выдвинуто Обвинения Жуткие, просто можно сказать Обвинения были выдвинуты даже против ребенка Якобы ребенок подбегал к взрослым социальным работникам В этом общежитии И хлопал их ладошкой То есть я подговаривала ребенка Бить взрослых итальянцев Ребенку было 3 года А ребенок просто обижался Потому что нас не взяли В бассейн два раза Нас не взяли Еще на какую-то прогулку в горы Которые были организованы Для других детей Дело в том, что Была масса трудностей во время проживания В общежитии для беженцев Но получается, что Когда живет 70 человек Из них 69 африканцев И один белый То белый будет виноват всегда А приори Потому что в этом месте царит Атмосфера интернационализма Все должны быть дружелюбны Любвеобильны Но на деле получилось Совершенно по-другому Человек, который живет Вынужденно в свинарнике Который устроен людьми И возмущается против Предоставленных условий Вот этот человек И будет всегда виноват Получается, как в русской поговорке Бит и не бит и вывезет Это так Ну так всегда, в общем-то И Вернусь опять К встречам В городе Кома Я привозила игрушки Сладости Для своего сына Мы вместе играли Иногда мальчик Ну был не в настроении Пару раз он был просто болен Видно было, что у него температура И он хотел спать И дело в том, что Как бы мальчик не плакал Не брал меня за руку Не выводил за двери Социальный работник Который присутствовал При встречах Писал В своих отчетах То, что нужно было написать То, что он видел Не то, что ребенок хочет меня забрать И закончить этот кошмар И увезти меня с собой А то, что Ребенок отказывался якобы играть Ребенок был вялым Взгляд ребенка не выражает ничего Поза ребенка тоже не выражает ничего Когда мальчик поднимается на стул И обнимает вас за шею Для социального работника Италии Это ничего не означает Это означает просто какое-то движение Когда мы рисовали вместе И раскрашивали картинки Рисовали море Разговаривали Вместе играли Это не было описано Было описано лишь то, что Когда-то ребенок сказал Я устал Я хочу домой Но он не сказал В какой дом он хочет И когда берет меня ребенок за руку И выводит из комнаты Это тоже никак не описывается Дело в том, что Как бы вы не возмущались Что бы вы не говорили Вас не будут слушать В отчетах в суд Будет написано, что Русская Ведет себя Агрессивно Говорит твердым тоном Требует, чтобы ребенка кормили Пытается запихнуть в него Все конфеты, которые она привезла Пытается поставить его на весы Чтобы взвесить Пытается зафиксировать Вот этот маленький вес И выражать какие-то претензии Возмущается Неухоженным, неопрятным видом ребенка Она всегда возмущается Я всегда возмущалась Потому что невыносимо Видеть ребенка Которого вводят В какую-то комнату Вы обязаны приехать Вам привозят Ваше любимое Любимое, единственное сокровище Вы не можете его забрать Вы не можете увезти его домой Меня обязали пройти проверку психиатра Я отправилась, естественно, туда После достаточно долгих колебаний Потому что знала, что социальные службы Должны были организовывать подобные обследования Но социальные работники Не хотели заниматься ничем Я требовала и настаивала Потому что время идет У нас процесс завис Не двигается Ни в какую сторону И дело в том, что Я попросила Женщину из фонда солидарности При ассоциации русских соотечественников Города Милана Ну, чтобы она пошла со мной И присутствовала там Как официальное лицо Даже от консульства Потому что кто-то должен присутствовать Третий Дело в том, что Главный врач вот этого заведения Где меня обследовали При госпитале Нигуарда Закричал Увидев русского человека Постороннего Эта женщина Профессиональный переводчик И она могла бы Потом сказать В мою пользу что-то Ее прогнали С криком С руганью Но, слава Богу Естественно Заключение психиатра Дало хорошее для меня Потому что проблем У меня никогда не было с психикой И, между прочим То, что предоставил психиатр Не сыграло В общем-то Никакой роли Даже потом В детском суде Милана Потому что было написано Что была одна встреча И, ну вот Во время этой встречи Только вот у женщины Было хорошо, наверное С головой То, что я предоставляла Документы В суд Милана Я была опекуном Через суд В России Установила Через суд И была пройдена Общурнейшая медицинская комиссия Ни один раз Тоже не Возымела никакого действия Абсолютно Потому что Детский суд И не только Милана Заинтересована в том Чтобы отнимать Детей У мигрантов Приезжих И дело в том Что Что бы вы ни говорили Любое слово Будет направлено Против вас Если вы Возмутились Значит Вы агрессивны Если вы Согласились Значит Вы пассивны И Это тоже плохо В общении с ребенком Что вы должны делать Вы не знаете По-любому Будет плохо Ну может быть Я говорю Сейчас Сбивчиво Но дело в том Что Это круги ада Потому что Адвокат Даже если Вы ему платите Он будет работать На систему Потому что От меня Адвокат Скрыл То что Я могу Подать заявление В полицию Написать Против Тех людей Которые выдвинули Лживое Объявление Против меня И советовали Всячески Мне Чтобы я не Возбуждала Уголовное дело Пока у нас ведется Процесс С моим сыном Пока пытаются Отнять моего сына Я могла Возбудить Уголовное дело Против социальных служб Потому что Я была оклеветана Доказать Свою правду Как может Эмигрант Здесь доказать Правду Хочу уточнить Еще раз Вернуться К тому Моменту Из-за чего У меня Забрали Ребенка По мнению Итальянских Социальных Служб Дело в том Что Когда я Обратилась В социальные Службы Милана Меня направили В общежитие В 20 комнатах Проживало Разные Уровень культуры Оставляет Желать Лучшего Женщины Больные Там были Явно больны СПИДом Там только Не было Туберкулеза В открытой форме Потому что Была проверка Только на туберкулез И все Гепатит С Естественно Какие-то Инфекции Из Африки Тоже Потому что В основном Контингент Это женщины Из Эфиопии Сомали И Нигерии Такие люди Естественно Ну как Можно жить Европейцу С такими Соседями Это невозможно Естественно Шум Крики Да И Происходили Постоянно Стычки Между ними Между Группировками Которые там Были Ну я была Естественно В стороне От всех И дело в том Что Дело в том Что когда Я рассказывала Социальным работникам Правду о том Что нельзя спать Ночью Потому что шумно Нельзя сходить В туалет Тем более ребенку Что женщины Устроили Из детской Ванной Беды И женщины Есть снимки Потом посмотрим Женщины Ну пользовались Детскими ваннами Для своих Целей Скажем так Нельзя было Пользоваться Унитазом Который был Один На несколько Комнат Вот есть фотография Нельзя было К этому Прикоснуться И мне приходилось Никиту Иногда Оставлять В комнате Одного И закрывать Дело в том Что мне нужно было Пользоваться Тоже Душем Туалетом Повесить Какие-то Вещи Свои Ну Обыкновенная Жизнь Человеческая Иногда Ребенок Пытался Вырываться Из комнаты Но дело в том Что бегать По территории Было нельзя Потому что Проезжая часть Дорога Можно выбежать На дорогу И естественно Ребенок Хочет гулять Общаться Ему нельзя было Объяснить То что Ну нельзя играть Подходить Ко всем взрослым Потому что Некоторые давали Пинка У Никиты Были синяки Пару раз Ну потому что Дети его били У меня есть показания Женщины из Украины Которая Ну Свидетельствовала Мою пользу Потому что Она видела Как дети Из Египта Били моего Никиту И дело в том Что Социальные работники Написали То что Я держала Ребенка В комнате Постоянно Он кричал И плакал Дело в том Что Я Закрывала Жалюзи И сидела В полной темноте С ребенком Абсолютно Всегда Я не позволяла Общаться Никите С детьми Со взрослыми Вела себя Агрессивно По отношению Ко всем Дело в том Что Мы сидели В темноте Когда не было Электричества И приезжали Электрики Ремонтировали Щиток И Какая-то штука Такая была Здоровенная Когда начался Отопительный сезон Выбивала Все пробки И не только Я сидела В темноте Многие окно Я закрывала Потому что Мы жили Потом Посмотрим Мы жили На втором этаже По-русски Высота была 3-4 метра И ребенок Просто мог выпасть Я в суд Предоставила Фотографии Условия Проживания Но дело в том Что я снимала Вот это Просто так Не всегда Социальные службы Общежития Которые находятся В Милане По улице Сам Мартини 75 Пользуясь Своими Служебными Полномочиями Предоставленными Государством Решили Свести со мной Счеты Они написали Заявление В мэрию Города Милана О том Что я Не в состоянии Выполнять Родительские обязанности Ребенок Неухоженный Грязный Ребенок Подбегает Социальным работникам Стукает Их Ладошкой И убегает Может упасть На пол И закричать Бьется головой То есть Я не в состоянии Лечить ребенка Даже написано И такое Я закрываю Жалюзи Сижу в темноте Как я уже говорила Не Общаюсь С проживающими Африканцами Зато очень хорошо Общалась С проживающими Украинцами Которые Было несколько Женщин И у нас Были Замечательные Взаимоотношения И у меня Есть показания Свидетельцы Свидетельцы Которая там жила В мою Естественно Пользу Но дело в том Что Я попросила Место в детском саду В центральном Миграционном офисе И рассказала О житье Бытие И социальная работник Глория Иорио Она Написала В прокуратуру О том Что у меня Не все в порядке С психикой Потому что я Рассказывала Дикие Ужасающие вещи Которых Никогда не может Происходить В этом Замечательном Общежитии Потому что Это образовое Общежитие В городе Милан И я Не то что Насочиняла И нафантазировала Я Придумала Но в силу того Что у меня Больное воображение Потому что Таких вещей Не может там быть Никогда И дело в том Что Если На меня Написали Социальные работники Заявление О том Что они Наблюдали В течение Полугода За Взаимоотношениями Меня и моего сына И им Показалось Всем Что я Груба Я могу Стукнуть Ребенка Я могу Крикнуть Я могу Потянуть За руку Я запрещаю ребенку Общаться с другими детьми Я запрещаю ребенку Развиваться Я не умею Воспитывать Поэтому У меня ребенка Нужно отнять И отдать Ребенка Хотя бы Временно Под опеку Пока идет Разбирательство А затем На усыновление В итальянскую семью Потому что Никита Голубоглазый Светловолосый Мальчик Он беленький И Поэтому Любая Наверное Семья Я слышала Что здесь 13 тысяч Человек В очереди На усыновление В Италии Но С радостью Его купят Потому что Просто так Здесь не дают Детей на усыновление И даже на опекунство И Дело в том Что Таким образом Социальные работники Мишель Санфрателло Даниэла Чарути И Марилина Равоне Свели со мной Счеты Потому что Нельзя Возмущаться В подобном Месте Нельзя Требовать Выполнение Другими Проживающими Ну Элементарных Просто Правил Общежития И Дело в том Что Я не слышала Чтобы в России Были детские суды Я столкнулась С детскими судами В Италии Потому что Эта Процедура Она вынесена За стены Обычного суда И Есть Громадные средства Наверное В Италии Чтобы содержать Всю вот эту Машину Наверное Это выгодно Потому что Ну В средствах Массовой информации Описываются Множество случаев Когда Детей Отбирают Умигрантов Отдают В приюты Или В приемные Семьи Ну В общем-то Социальные работники Зарабатывают На этом Неплохие деньги Вот это там Как бы график Дежурств Нужно убирать самим Дело в том Что когда я убирала У меня было чисто Но это затаптывается Мгновенно Вот так вот Мы кушаем Где у меня столы Бросается все На пол Да Вот это постоянно Хотя везде Висят плакаты Что каждый должен поесть Убрать за собой Выкинуть Посуды Пластиковые Потому что там Больные с ПИДом Гепатиты И прочее Прочее Инфекции Всякие Африканские Поэтому Одноразовые Во всем Вот вы там В шеи и блохи Потому что это берется Из желтых ящиков Средства разворовываются Потому что Выделяются и вещи Но персонал их Выносит Ну а когда Если я вот Видела Выносится Куриные ноги Еда Вам морковка Ну Живите и радуйтесь Есть у вас там Кровать какая-то Сиди И закрой Закрою свой рот Ну а ты поняла Просто я хочу сказать Вот Это гетто Это гетто Огороженное забором Вот так вот Скажу Вот квартиру Многие Платим лишние деньги Итальянцы Мы заходим Иностранцы Ремонтируют Все Не только побелка Даже ручки Отвери Ей плевать Хочешь Возьми Узнает Она ходит На костылях У нее дивный голос Ей нужно пить Власкало Дело в том Что она жила С каким-то Мужчиной В квартире Которую дал Муниципалитет Он куда-то уехал И она там Платила и жила На нее написали Заявление Соседи Мэр подписывает По-моему Сейчас Постановление О том Чтобы человека Отправили на лечение Приехала полиция Эту женщину Бедную С костылями Инвалида Запихнули в машину Ее увезли К психиатрам А у нее Совершенно все В порядке С психикой Потому что Нужно было Освободить квартиру Для итальянцев А она там Чего-то живет Это было Совершенно недавно Это было в мае Ольга говорит Что все-таки Есть какой-то Контекст Национализма Или расизма Контекст Это Дело в том Что Я отправляла Постановление Текст постановления Суда В генную Психологу Ларисе Сазанович К ней обращаются Многие русскоговорящие Потому что Она профессиональный Эксперт Но так как У меня вопрос Упирался в финансы Она мне Не сделала Альтернативное Альтернативное Психологическое Заключение Потому что Мне нечем было Платить Но только Когда Она прочла Естественно Сразу Она дала ответ По почте Электронной Что Здесь просто Пронизано Презрением И ненавистью Ко мне Как К русскоязычной Женщине Пронизано Каждое слово Дело в том Что Написано Все так Чтобы представить Меня Не то что В невыгодном Свете А я представлена Просто дурой Самой настоящей Описывается Какая-то дура Если посторонний Человек Какой-то Не зная Меня Не зная Социальных Работников Возьмет Эти бумаги Прочтет Складывается Впечатление Что какая-то Безумная Женщина Вытворяет В каком-то Общественном Месте Непонятно Что И у нее Еще есть Маленький Ребенок Над которым Она постоянно Издевается Но дело Все в том Что В нашем Деле Есть показания Свидетелей Сотрудников Полиции Города Милана Где описываются Наши Прекрасные Взаимоотношения И есть У меня Еще и Другие Фотографии На которых Зачлен Ребенок Во всех Местах Милана И Социальные Работники Даже В показаниях В своих Они противоречат Друг другу Один Пишет Одно Другое Другое И Я не Думала Что мне Придется Рассказывать Вообще Все подноготную О своей Семье Меня заставили Рассказывать О родителях О Братьях Сестрах Ну хорошо Что про Бабушек И дедушек Не заставили Рассказывать Про мужа Бывшего Про любовников Если сейчас На какой-то момент Если я ухожу Ответы И говорю Что это Ну не тактичные Вопросы Какие-то То пишут Что Она Отказывается Отвечать Она Не идет На контакт Она Неконтактна Плохо Все Будете Рассказывать Значит У нее Говорливость Ну Словесный Понос Какой-то То есть Она Себя Не контролирует Не будете Рассказывать Вы Неконтактны В любом Случа Будет Плохо Для вас В любом Случа Есть Просто Наверное Какое-то Негласное Здесь Решение Чтобы Отнимать Детей Белых У русскоговорящих И Одна моя Национальность Наверное Действует На них Как Краснотряпка На быка Потому что Когда есть Желание Отомстить Человек Не брезгут Ничем То есть Социальные службы Положили Мне кажется По паре тысяч Каждой В карман И Ну Адвокат Сказала Куда же Вы идете С розами Под танки Это танки Они вас задают Мы Скажем Потом Как с ними Бороться Ну Когда Прошло Время И она Проиграла Суд Апелляцию Я говорю Ну Как с ними Бороться А вы Ничего Не выиграете Даже Если Найдется Адвокат Который Скажет Мы Будем Подавать Против Социальных Служб Это Дело Проигрышное Сразу Потому что На ваше Слово У них Будет 100 Адвокат Детский Сад А я Говорила О том Что Это Есть В материалах Допустим Европейская Комиссия Рассказывала Потому что Я боролась С убийцами Моего Бывшего Мужа Его Убили И выкинули В реку И я Просто Сказала Что Моего Мужа Убили И выкинули В реку Нам Некому Помочь И Чтобы Я работала Мне Нужен Детский Сад Для Сына Было Извернуто Понимаете Я Что Вот Она Это Сказала Насколько Хорошо Она Знала Язык Я говорю Что Я Не Знала Человек Находится В экстремальной Ситуации И забывает Просто Даже Как Тебя Зовут Допустим Если Социальный Работник Сказал Что Нет Она Сказала Это Нет Она Уже Хорошо Знала Если Я Только В этом Году Пошла В школу И Мой Доброволец Переводчик Елена Бельчинская Из Милана Она Закончила В Москве На судебный Переводчик Но я Ее Потом С собой Привела До Этого Мне Давали Переводчика Который Закончил Полугодичный Курс Или Семимесячный Украинка Которая Говорит На итальянском С акцентом И Которая Переводила Лишь Что То Перевести Она Не Владеет Русским Совершенстве Вот Такие Переводчики В ком Мне Предоставлялся Переводчик Две Армянки Которые На русском Они Говорят Что мы И сами Плохо Что я Отказывалась От переводчиков Я добилась Того Что мне Дали Хорошего Потом Переводчика Но Дело в том Что на меня Армянские Переводчики Подали Жалобу А я Просто Сказала Ну что Вы русский Язык Не знаете Зачем Вы здесь Находитесь Вы же Не умеете Разговаривать Я говорю Одно Вы переводите Другое Возмущаться Вообще Нельзя Потому что И переводчики Работают На социальной службе Мне предоставляли Переводчика Опять же Первый раз Была 30 января 2015 года У нас Было слушание В суде Куда меня Пригласили Она была Итальянка Ей было Смешно Потому что Мне спрашивали У вас стресс Был Я говорю Какой стресс От этого Может быть От свинарника Я жила Со свиньями И должна была Так же Хрюкать Наверное И делать Нужно было Точно так же Зачем я ходила Чистюля Для чего И потом Было заседание Суда На которое Меня не звали И решение Суда Было вынесено Без меня Без адвоката Не приглашают На суд И дело в том Что документы Предоставляются На итальянском языке Они не предоставляют Перевод по гражданским Делам Только по уголовным Читай Что написано 42 листа Что хочешь читай Там все Я даже не поняла Что мне написано Я переводила Вот через телефон Через электронный переводчик Фотографировала И мне что-то такое Потому что Никто не будет тебе Вот это Вот переводить Никто тебя не будет Слушать Переводчика Ну плати И будут с тобой Кто-то ходить И нянчиться Где же такие деньги взять Понимаете Я работаю Очень мало В коммунете Санте-Джидио То есть Меня Взяли в дом Престарелых И смотреть за Сумасшедшими Бабушками Я вот там Как-то Существую Потому что Итальянцев я Ну я не знаю Вы снимаете или нет Я их ненавижу Мне Итальянский Он не идет Это невозможно Учить Он очень красивый Вы ошибаетесь Вы наверное Не знаете Вы знаете Я живу В соседнем доме С Тотоку Туньо Да В соседнем доме И я очень хочу С ним познакомиться Потому что Это был мой кумир Когда-то Одним из Одним из Моих кумиров Мне очень нравились Песни Итальянские Мелодичные Пока я не столкнулась С социальными службами Понимаете Дело в том Что страна красивая Природа Архитектура История Но Социальные работники Это представители Вот этого народа И мы не будем Забывать Что это Ну не самые лучшие Представители И большей части Народа Я не говорю Что огольно Вот так что Все плохие В каждом народе есть И хорошие И плохие Но получается Что я сталкиваюсь Только вот с этой стороной Медали Не с другой Я сталкиваюсь С темной стороной Не со светлой С темной Нет Дело в том Что Переводчица Моя знакомая Прихожанка церкви На Сан-Бабелла В Мелане Она мне помогала Как переводчик Она Зарегистрирована В суде Она судебный переводчик Она мне переводила документы Ну Она в состоянии Вот это делать была Но к сожалению Она болеет раком И ей недолго Уже осталась Поэтому Не в состоянии Она мне помогать Сейчас И она меня Просто познакомила Со своими Бывшими знакомыми На которых она Когда-то работала Как переводчик На коммунитус Антеджидио Это известная Католическая организация В Италии вообще И у них просто Ну Есть небольшой Дом престарелых Я оказываю помощь Контракта у меня нет Я замещаю больных Или тех Кто находится в отпуске И выходные дни Ну Когда-то Есть возможность Меня туда зовут Работу оплачивают Ваучерами Оплачивают То есть Я даже по закону Могу работать нелегально Потому что Ну я не в состоянии Заставить людей Заключить со мной контракт Дело в том Что я не запрашивала Больше места Для проживания У социальных работников Я плачу за Съем Жилья сама Ну Видимо Есть Какие-то указания В общем-то У детского суда Я не в состоянии Обеспечить ребенка Если я не Принесла контракт Я должна Предоставить Документы На съем Жилья Лучше квартиры Опять же Я должна иметь Деньги На Няню Потому что У меня нет мужа За ребенком Должен кто-то смотреть В то время Когда я работаю Или он не находится в школе И опять же Были мне заданы Судьей вопросы У моей Лично интимной жизни Мужчина Если бы у меня был мужчина Его бы проверяли Ну На предмет того Что будет он обижать ребенка Агрессивен он Алкоголик Ну Вот такая вот проверка Была бы проведена Вот Мне кажется И я в общем-то В этом уверена И Есть масса прецедентов Здесь В Италии Я уверена в том Что социальные работники Они действуют Целенаправленно Есть цель Мне кажется Отнять как можно больше Белых детей У русскоговорящих родителей Особенно у матерей-одиночек И отдать на воспитание В итальянские семьи Или отдать на воспитание В интернаты Русскоязычных Белых Это связано с тем Что здесь Население стремительно стареет Итальянцы рожают Мало Мало детей Вы увидите На улицах В колясках И здесь много Приезжих Африканцев Дело в том Что Наверное Хочется Чтобы итальянцы Оставались итальянцами А не африканцами Становились Через несколько поколений Потому что Мы умрем Останутся наши дети Внуки И Нация должна Сохраняться У нас Люди Более воспитанные Более культурно Образованные Поэтому дети Образованные Вежливые И умные И с ними В итальянских семьях Меньше проблем А что более послушные? Они Более здоровые Психически Более здоровые Но у них нет СПИДа Менталитет Дело в том Что Меня Я уже говорила Меня заставили рассказать Подноготную Вообще Все мои Семьи Сестры Братья Мать Отец Я С момента рождения Еще написали Что я очень мало Рассказала о дочери И о ребенке Наверное Есть какие-то границы От сих И до сих Но Обязана рассказать Все И Дело в том Что Получается Что Мне кажется Опять же Что я Какая-то породистая Лошадь У ребенка Хорошая Наследственность Получается Нет никаких Родственников Кроме меня По мнению Итальянских Социальных Работников С Какими-то Наследственными Заболеваниями Нет диабета Нет Ну Еще каких-то Серьезных Заболеваний Поэтому У ребенка Не возникнут Потом проблемы Со здоровьем И Может быть Семьи Не очень хотят Брать Детей инвалидов То что попадется И Может быть За моего ребенка Можно получить Более Большие деньги Еще Потому что Красавец Переписывается По интернету Это тоже Суперские Женщины Мне всего Хватало В России В советском Среди В России Денег Работы Всего-всего У меня Не было Никогда Желания Сбежать За границу У меня Просто Так Сложились Обстоятельства Вот это К вопросу О том Что я Не умею Воспитывать Это только Что-то В Милане О том Что Вот я Это У сестер Тут То что я сидела С ребенком Заперти То что я Выкидывала Там С какого-то Моста Куда-то И прочее Прочее То что Ребенок Красавец Стоит Он Дорого Это Показывает Пальчиком Смотрит Улыбается Церковь Сан-Тамброжи Выступал В 2004 Году Заместитель Мэра Он Рассказывал О том Что Эти люди Они Не уронили Честь И достоинство И они Защищали Национальные Интересы Вот когда Дети Ставят Своим Погибшим Героически Отцам Такие памятники И звучат Такие слова Это более чем Странно На мой взгляд Ставятся Памятники Фашистам Кто и ставит Фашисты Продолжение следует Продолжение следует...